Здравствуйте! Сегодня у меня на обзоре Xiaomi Redmi 4 версия 3.32 Prime или Pro. Кому как больше нравится. Здесь у нас на борту Snapdragon 625, видеоядро Adreno 506, Full HD дисплей и великолепный внешний вид. Новый смартфон в бюджетной линейке Redmi выглядит гораздо дороже, чем стоит. Данная модель от Xiaomi забивает очередной ввозь в роб Meizu, так как Meizu всегда славились своим красивым дизайном. А в бюджетной линейке Redmi с дизайном как-то не особо складывалось. Но с выходом Redmi 4 все изменилось. Теперь Xiaomi лидирует не только в категориях цена-оснащенность, но и внешний вид. Хотя по моему субъективному мнению Xiaomi Redmi 3S и Redmi 3 тоже выглядели более чем достойно. Удивляет качество сборки в Redmi 4. Я никогда не понимал за что ругали Redmi 3S. Через мои руки прошло не меньше ста этих телефонов. И я не видел каких-то больших огрехов сборки. Да, местами совсем слегка была не идеальная сгонка пластиковой накладки антенны и задней крышки. Но это было еле заметно. За эту цену телефоны были собраны прекрасно. Но взяв в руки Redmi 4 я неожиданно для себя почувствовал какую-то монолитность. До сих пор не могу понять как это можно почувствовать просто держать телефон в руках. Сравнивая Redmi 3S и Redmi 4, все отметили, что Redmi 4 ощущается в руке намного тяжелее. Хотя его реальный вес больше от Redmi 3S всего на 4-5 грамм. Экран в Redmi 4 прикрыт 2.5D стеклом. Это очень красиво, но непрактично. Наклеить защитное стекло вы уже не сможете. А при малейшем падении экран может разбиться. Это большой плюс к заработку сервисных центров и минус вашему карману. Также заявлена защита от царапин. Но те, кто пользовались телефонами с оригинальными стеклами Gorilla Glass, знают, что они все равно царапаются. У Xiaomi получилось сделать бюджетный телефон, который не только выглядит великолепно, но даже ощущается в руках премиально. Как у них это получилось за столь небольшие деньги, остается загадкой. Впервые в линейке Redmi был использован Full HD дисплей. Экран Redmi 4 имеет великолепное олеофобное покрытие. Хорошие насыщенные цвета и минимальный засвет. На моем телефоне установлен экран от Tiano. Ранее я вам уже рассказывал, что Xiaomi устанавливает в свои телефоны экраны от разных производителей. И цветопередача этих экранов может отличаться, даже если сравнивать экраны одного производителя. Свой телефон Redmi 3S я выбирал из десятка. Мне удалось выбрать экран с лучшей цветопередачей, на мой взгляд. Так вот, цветопередача и запас яркости в моем Redmi 3S лучше, чем в Redmi 4 Prime. Но по насыщенности, четкости, прорисовке теней, полутеней экран Redmi 3S уступает Redmi 4. Хочу отметить, что в 90% случаев экраны Redmi 3S будут выглядеть хуже по всем параметрам. Просто у меня была возможность выбрать. И такой экран, как у меня на Redmi 3S, большая редкость. При всех этих особенностях, экраны от компании Xiaomi остаются одними из лучших, если не лучшими в своих категориях. А Full HD дисплей Redmi 4 в любом случае выглядит лучше, чем HD дисплей Redmi 3S. Производительность. Как я сказал ранее, в Redmi 4 Prime установлен Snapdragon 625 и видеоядро Adreno 506. Мне было очень интересно, как данный процессор покажет себя с Full HD разрешением. В танке комфортно можно играть на максимальных настройках при отключенных тенях. Но лучше, как и в Redmi 3S, играть на средних настройках. Тогда FPS держится в пределах 50-60 кадров. Redmi 4 чувствует себя увереннее по сравнению с Redmi 3S при одинаковых настройках в танках. Процессор Snapdragon 625 даже с Full HD дисплеем справляется с нагрузкой лучше, чем Snapdragon 430 в Redmi 3S с HD разрешением. Если вы не заядлый игроман, мощности данного процессора хватит вам за глаза. Батарея. В Redmi 4 установлена батарея объема в 4100 мА. В связке с 625 Snapdragon телефон показывает отличные результаты. В танках Redmi 4 за полчаса разрядился на 7%, когда Redmi 3S разрядился на 10%. В Epic Citadel при максимальной яркости за полчаса Redmi 4 разрядился на 6%, а Redmi 3S на 8%. Несмотря на Full HD разрешение, автономность у Redmi 4 лучше, чем у Redmi 3S. На Redmi 4 на данный момент нет международной глобальной прошивки. У меня установлена китайская сборка. Уверен, что на вов-прошивке Redmi 4 проявит себя. И его производительность и энергоэффективность будет еще лучше. Звук. Если говорить о звуке, то звук в Redmi 4 такой же, как и в Redmi 3S. Внешний динамик хороший, громкий. От звука в наушниках чудес ждать не приходится. Как для своего класса он замечательный. Особенно помогает встроенная настройка звука для наушников от MIUI. В Redmi 4 динамик размещен на торце снизу. И лично мне это абсолютно не понравилось. Так как играя в игры, как бы я ни крутил телефон, я постоянно закрываю динамик. И это бесит. При разговоре я хорошо слышу собеседника, а собеседник хорошо слышит меня. Камера. В Redmi 4 установлена такая же камера, как и в Redmi 3S. Используется модуль от Samsung. Но апертура вместо 2.0, 2.2. Поэтому при плохом освещении Redmi 4 снимает чуть хуже. Зато видео Redmi 4 снимает чуть лучше. Используется какой-то электронный помощник. Видео не так дергается. У Redmi 4 больше захват кадра. При дневном освещении камера снимает неплохо, но как только света становится мало, снимки значительно ухудшаются. Но опять же, камеры от Xiaomi одни из лучших среди конкурентов за эти деньги. Подведем итоги. Redmi 4 Prime является отличным логическим продолжением линейки Redmi. И прогресс компании Xiaomi налицо. Я хочу сказать, что я никогда не комплексовал по поводу внешнего вида Redmi 3S. Он мне даже нравится. Также производительности 3S мне хватало. Стоит ли бежать менять 3S на Redmi 4 Prime? Думаю, что нет. Но если вы сходите перед выбором, какой телефон приобрести, однозначно берите Redmi 4 Prime. У него выше производительность, лучше автономность, великолепный дисплей, шикарный внешний вид и очень качественная сборка. Такой вот получился у меня обзор Redmi 4 Prime. Надеюсь, обзор был для вас полезный. Я постарался затронуть все важные нюансы. Ссылки на проверенных продавцов, как всегда, будут в описании. Также не забывайте пользоваться кешбеком. Возвращайте от 7 до 18% от суммы ваших покупок на Алиэкспресс. Ссылки на кешбек-сервис также будут в описании.